Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! С вами Тамара Рябцева, и мы сегодня поговорим с вами о том, копать или не копать почву, и если копать, то какую копать. Ну, что я хочу сказать? Не копать могут себе позволить люди, которые проживают, допустим, в Тамбовской губернии, на Украине, то есть там, где мы дело имеем с черноземами, богатые перегноем земли, там можно не копать, да, там сам климат, говорит, четко нужно запомнить одно, что у нас всегда почва отражения климата, и если ваша почва богата органикой, это свидетельствует о том, что у вас благополучное лето, оно может быть очень коротким, но очень содержательным, да, очень много выпадает осадков, температура достаточная для растений, чтобы они максимально реализовали свой биологический потенциал, нарастает большая масса, значит, отмирает, потом замечательные условия для ее перегнивания и для формирования гуминовых веществ, скажем, и таким образом формируются плодородные почвы. Но если мы возьмем среднюю полосу, и России, и Беларуси, ну, лесостепи Украины, тоже там не все так гладко и хорошо, мы имеем дело в большинстве своем с подзоленными, оподзоленными землями, да, то есть у нас дерновые подзолистые почвы, суглинистые почвы делятся на три разновидности, тяжелые суглинки, легкие суглинки, ну, и средние суглинки, соответственно, да. Как это определить? Определить можно после дождя, есть такая проба, значит, вы берете почву в руки, после дождя, лучше на следующий день, когда уже, ну, влага перестанет держаться в верхнем горизонте, все всосалось, и вы, значит, катаете, берете свою почву, катаете колобок, и такая почвенная проба, и, ну, значит, покатали его в руках, если она у вас рассыпалась, да, то это будет говорить о том, что у вас какие-то супещаные почвы, как минимум, да, потому что, ну, после дождя рассыпается все достаточно легко, песок, вы из него вообще шарик не скатаете даже, легкие суглинки, значит, вы, если нажмете на этот колобочек, то он легко у вас расстреснет, ну, и такой будет достаточно сыпучий, значит, средние суглинки у вас будет такой, хороший колобок при номинании будет вмятиной оставаться, если вы бросите его вот с высоты вот так согнутого локтя, он у вас тоже, ну, рассыпется, а если у вас тяжелые суглинки, вы этот колобочек бросите, и он у вас не рассыпется, да, и что такое суглинки? Суглинки имеют очень много глинистых частичек, глинистые частички, они при намокании, значит, впитывают очень много влаги, да, это влагоемкие почвы суглинки, и, значит, когда много влаги, то суглинки тяжело дышат, это один аспект, другой аспект, значит, когда много влаги, поры необходимы, есть такое понятие, как воздушный дренаж для, внутрипочвенный для растений, это очень актуально, и если воздуха у вас почвы будет не хватать, а на суглинках их может не хватать, то растения, ну, будут испытывать кислородное голодание и развиваться будет плохо. Наша задача всегда, значит, разрыхлить эту почву, внести в нее достаточное количество каких-то органических веществ, для того, чтобы у нас пополнить запас органических веществ. Пополняя, если вы вносите, когда мы вносим там навоз, солому, все, то, естественно, мы, значит, и структуру нарушаем, потому что разрыхляем, значит, для разрыхления также мы можем такие, как вещества, не вещества, а как сказать, ну, в общем-то, и вещества тоже подойдет. Мы можем вносить песок, торф, мы можем вносить, то есть для того, чтобы разрыхлить, и на суглинках это очень-очень актуальная проблема. И поэтому для суглинков копать, то есть однозначно копать все эти новомодные. Мы потом отдельно ролик снимем по экологическому возделыванию и формированию вот этого перегноя, но чтобы вам тоже не казалось это манной небесной, для того, чтобы вы сформировали этот плодородный слой, вам еще органики нужно много набрать, что, согласитесь, весьма непросто, то есть и в результате у вас получится очень-очень дорогостоящий опыт. Вот. Поэтому суглинки, суглинистой почвы нужно копать, нужно вносить солому, вносится солома, пожнивные остатки разные, да, тогда, когда нет возможности внести. Если у вас есть перепревший компост или возможность купить перепревший новоз, тоже, пожалуйста, вносите. Для всех суглинков актуально, и актуально это и для песчаных почв, для суписей всевозможных. Для суписей это вообще очень-очень необходимая вещь. Минимальное количество, допустим, соломы для песчаных почв – это 3 тонны на гектар, если, допустим, брать в гектарах, ну, понятное дело, чтобы вы поняли, что такое гектар, 100 на 100 – это гектар, 100 метров на 100 метров – это гектар. Вот сотка одна – это 1 метр на 100 метров, или 10 на 10, чтобы вы ориентировались, у кого там плохо с математикой. Вот. Поэтому, значит, если вы, допустим, проживали вот в той же лесной степи Украины, Белоруссии, Юг Белоруссии – это у нас Брестская область, Гомельская область, очень много таких земель, то там, кто вырос в деревне, знает хорошо, что там вопрос не стоит копать или не копать. Перекапывают и осенью вносят органику, и весной, иначе на этих почвах вы ничего не вырастите, у вас не будет урожая, потому что промывной режим огромадный, влагоемкость малая, влага. Если вы не будете вносить органику, вот эту солому, значит, навоз, то у вас транзитом все будет вымываться, держаться ничего не будет, и влага держаться не будет. То есть такое, ну, экстремальное земледелие хуже даже, чем на суглинках, потому что суглинки хотя бы влагоемкие. Поэтому, ну, вот мой вердикт – копать и обязательно копать. Еще раз повторюсь, что не копать могут себе позволить только люди, проживающие в черноземных районах. Значит, у нас на суглинках можно не копать. У меня, допустим, есть знакомая, которой достался участок бывшего полигона под строительство дома полигон танковый, танкодром. То есть вы понимаете хорошо, что танки там, ну, сформировали такую, на сельском хозяйстве называется плужная подошва. И, естественно, вскопать, ну, это там нужно не человеческие усилия, либо нанимать очень дорогостоящую тяжелую технику, которая сделает это профессионально. Но для того, чтобы сделать это профессионально, нужны другие площади. Поэтому там решался вопрос именно с внесением. Ну, это очень дорогой прием, то есть завозная органика, очень много, слой 20 сантиметров сразу, да. Поэтому я думаю, что большинству людей это просто не по карману. Поэтому, конечно, я всегда говорю, так как основная специальность моего садоводства была, значит, сад можно сложить и на луне. Вопрос только, какими средствами. Если дорого и сердито, можно все, что угодно сделать. Купил, привез, заложил. Зачем тогда тебе все это земледелие нужно? Ну, у людей бывают разные хобби, можно развлекаться, да. Но как это сделать дешево и сердито? Я вам говорю, что обязательно суглинки нужно копать, суписи нужно копать, черноземы можно не копать. Хотя тоже все ресурсы не безграничны, они тоже вырабатываются. Поэтому там тоже, там у них может быть лучше это весной делать. Но, в общем-то, я за минимальной обработки почвы, но ко всему нужно подходить осознанно, понимая, что ты делаешь и для чего ты делаешь. Ну, надеюсь, что вам понятно. Ну и сейчас мы покажем, допустим, в чем разница, допустим, когда копаешь землю. Безусловно, если у вас просто черный пар, ничем вы не мульчируете, то испарение очень быстрое. Если у вас что-то произрастало, допустим, произрастали какие-то злаковые, остались пожнивные остатки, мы вот раскопаем, просто покажем вам, какая почва. Вот на данный момент у нас 32 градуса днем. Меньше, чем 14 градусов не опускается ночью. В отдельной ночи бывает и 22 градуса, то есть утром в 6-5 часов утра 22 градуса тепла. То есть, ну, вообще жарко очень. Еще очень же немаловажно, при таком плотном сложении почвы, значит, большинство патогенных микроорганизмов, они анаэробные. Анаэробные – это означает, ну, развивающие с недостатком кислорода или вообще без кислорода. На свету такие микроорганизмы погибают, и когда улучшается аэрация, тоже для них некомфортные условия создаются. И они не могут развиваться. Вот именно по этим причинам я перекапываю землю, я перекапываю ее на зиму, но на зиму я вношу, пожалуйста, солому. Мы растворяем какие-нибудь препараты на основе триходермы. Любые микробные препараты, которые предназначены для, скажем, более быстрого разложения органики. И вот мы солому можем обработать раствором бактериальных препаратов, потом элементарно перекапываем землю, закладываем вот эту обработанную солому, ну, и закапываем таким образом. Значит, сейчас сухо, но потом я посею все равно, на свежеперекопанной я посею, значит, седиральные растения какие-то, потому что у меня правило номер один, почва в зиму не должна уходить голой. Пускай у вас даже сорняки останутся, но почва, мало ли, там не успели вы перекопать, не успели вы посеять седираты. Пускай у вас глинзога, любая сорная растительность растет, но почва должна быть под покрывалом. Это предостережет ее от ветровой эрозии и от водной эрозии. Поэтому обязательно, чтобы что-то оставалось, но так как я практикую седиральные растения, значит, я перекопаю и потом высею какой-нибудь из седиратов. Вот на этом у меня все. Я желаю вам хороших урожаев, я желаю вам формирования плодородных земель, плодородных ваших участков и повышения плодородия почвы на вашем участке, потому что нужно вооружаться выражением Козьмы Прудкова, зрив корень, а корень у нас развивается в почве, и почва – это фундамент для нашего плодородия. С вами была Тамара Япцева. До новых встреч на канале Процветок. Всего доброго. До свидания.